Дарина, Лава, Даша, Юля, Мама, Папочка Здравствуйте! Вы смотрите программу «Большое сердце». Чтобы поверить в добро, нужно начать его делать, сказал Лев Толстой. А на что способна это чувство, не понаслышке знают люди, которым мы сегодня отправляемся в гости. Светлана Козлова – молодая, активная, преуспевающая женщина. В недавнем прошлом – руководитель компании, сейчас – приемная мама четверых детей. Мечта о большой семье появилась у нее еще в детстве. Занималась я спортом, начиная с пятилетнего возраста, гимнастика, спортивный туризм, ориентирование, скалолазание, лыжи. То есть все было связано со спортом и дополнительно занималась в театральном кружке, где мы выступали среди детей-инвалидов с ОВЗ, с ограниченными возможностями, которые как в семьях, так и находились в учреждениях. И тогда, мне было 14 лет, мне пришла мысль о том, что когда я вырасту, я возьму ребенка в семью, чтобы у него было тепло, чтобы у него была забота, любовь, и чтобы он был окружен вниманием любящих его людей. К этой мысли девушка вернулась через много лет, после того, как испытала на себе горести и радости взрослой жизни. Пережив неудачный брак и сделав за 10 лет стремительную карьеру, Лана задумалась. И когда я добилась в карьере уже успехов, достигла, вот тогда у меня произошел период такого преломления, наверное, ну что дальше куда. Я добилась за 10 лет от менеджера до директора компании и была в высоких должностях в Москве, вернулась в Чувашию, дом построили, да, с помощью моих родителей помогали мне построить дом себе. Я подумала, что делать дальше. Ну и решила уйти в экстремальное. Так в ее жизни появилось новое хобби – мотоцикл. Вместе с членами Союза мотоциклистов Чувашии отважная байкерша не только рассекала просторы республики, но и участвовала в благотворительных поездках по детским домам. Встречи с детьми-сиротами подтолкнули Светлану к мысли об усыновлении. Деньги есть, карьеру сделала, все есть. Значит, жизнь посвятить мотоциклу – это для девушки полный бред, если только мотоцикл. Да, ну может быть не бред, кому-то это нравится, но хотелось что-то еще такого, да, тот, кто меня поймет, поддержит в жизни, потом в будущем. И вспомнив себя в 14 лет, что я хотела усыновить ребенка на сегодняшний день, я поговорила с своей подругой, с компанией страховой, где мы с кем вместе работаем, с Еленой. И она сказала мне, что тянуть, займись пока подготовкой документов. Дальше события закрутились с неимоверной скоростью. Лана собирала документы, обучалась в школе приемных родителей, проходила всестороннее психологическое тестирование и с нетерпением ждала вердикта органов опеки, боясь, что одинокой женщине откажут в усыновлении ребенка. К счастью, опасения не оправдались. Семейное положение оказалось не столь важным фактором. Главное – это моральная готовность будущего родителя. Если истинный мотив взять детей в семью – это любовь, то все получится у любого человека. Только любовь, только желание поделиться этой любовью, только это может помочь любой семье. Пара там, либо один человек, мужчина это там уже зрело, либо пацан 30-летний там, да, без разницы. Любой человек может взять в семью ребенка, если у него истинный мотив – это любовь. Мотивация совершенно разная. Жалко себя, жалко детей. С жалостью, из жалости брать детей не надо. То есть если бы им здесь дело не в жалости, я себе не жалела, что я там, о, бедная, несчастная, я как бы одна, да, живу. Не поэтому я взяла абсолютно, я бы, слава, жила бы так все дальше. Просто мы в этой жизни приходим ненадолго, надо сделать что-то такое хорошее, что потом уже, когда мы поднимаемся наверх, было, что представить на чашу весов. Еще обучаясь в школе приемных родителей, Светлана познакомилась с активистами Чувашской ассоциации замещающих семей, вместе с которыми она стала заниматься общественной работой. Одним из ключевых моментов в ее судьбе стал лагерь «Трамплин» для подростков из детских домов, в котором она познакомилась со своими будущими приемными детьми. В это же время Светлана оформляет усыновление на новорожденного мальчика-отказняка. Сейчас я уже не представляю жизнь без детей, не представляю жизнь без огромной семьи, потому что, если вспомнить себя, когда я вернулась сюда, я была в этом доме совершенно одна, я его построила, да, классно, круто, большой, хороший, светлый, но детского голоса здесь не было. Как только появился Матвей, это мой маленький младший сын, дальше появился у нас Олег, это старший, ему 16, тогда он был еще 15, потом Камила, ей 17 лет, она весной, и вот летом у нас появился Витя. Изначально Светлана хотела усыновить маленького ребенка, подростки в ее планы не входили, но ребята, полюбившие ее и, главное, доверившиеся ей, стали частыми гостями в ее доме, а потом и вовсе изъявили желание остаться в ее семье. С ней можно советоваться, авторитет для нас, да. Ну, как бы, тоже как бы после девятого числа, ну, человек вышел после девятого класса и добился много того, что она хотела. Она была бы цель, и добиваться ее, и все. Идти, идти, идти. Не сломаться. Почему важно взять в семью, да, в приемную? Ну, к себе в семью, чтобы у них был какой-то хотя бы один взрослый человек, который даст им возможность, когда уже уступят, там, 18 лет, да, даст им возможность их поддержать, направить, где-то посоветовать, потому что, находясь в стенах учреждения, выходя вот там, наш такой жестокий, жесткий мир взрослых, обычный мир, то здесь много людей, которые корыстные, которые могут, ну, втянуть их в какую-то нехорошую историю, да, или им нужна будет поддержка, либо как-то использовать их в своих корыстных целях. У каждого из этих детей своя история и свой характер, и к каждому Светлана ищет индивидуальный подход. Сама просыпаюсь в утренном, их четверо. Это здорово, что их четверо. Внутренний мир примерно понимает, ну, не знаю, может, процентов 20 хотя бы понимает, да, и у нас есть и столкновения, и есть хорошие моменты, потому что у Камилы есть очень отличная черта, она упертая, упертая, она в жизни добьется многого. Олег, он очень веселый, позитивный, он этим располагает в себе. Витя, он скромный, но он слушает внимательно, да, это тоже такая черта, которая в жизни принесет успех. То есть если они в себе эти черты хорошие поймут, да, что именно этот момент им может помочь в будущем. А моя задача, да, чтобы они поняли, что это именно то, что им может помочь. Сейчас ребята учатся в техникуме. Лана помогает и поддерживает их во всем. На вопрос, был ли смысл брать таких взрослых детей, отвечает, да, несомненно. Ведь Олег и Витя, им осенью 17 лет, Камиле меньше, чем через год будет 18, и это не значит, что я им скажу, ребят, давайте до свидания, и закрой дверь, теперь вы сами по себе. Естественно, нет. Они всегда есть, что Камила, что Олег и Витя, они в любое время будут прийти сюда, да, там, поделиться своей радостью, поделиться какой-то, может быть, бедой какой-то, да, чтобы попросить о помощи. Просто прийти и побыть в семейном кругу, отметить Новый год вместе. Недавно жизнь преподнесла и неприятный сюрприз. В связи с закрытием компании Лана потеряла работу, но даже в этом она увидела новые возможности. Теперь и свою профессиональную деятельность она решила связать с благотворительностью. У нас есть благотворительный фонд «Надежда», я являюсь директором этого фонда, есть ассоциация приемных родителей, там члены, все члены ассоциации, соответственно, приемные родители. Мы планируем, ну, обращаться в нашу организацию, к людям, которые неравнодушны к проблемам детей, собирать деньги, потому что раньше мы все это делали своими силами, своими средствами, но, как известно, ну, у меня тоже теперь много детей, у меня тоже требует расходов, и, соответственно, мы хотим помочь другим семьям, которым сложнее, забирать детей, да, в какие-то лагеря специальные. Это не просто пионерский лагерь, где они отдохнут, а специальные лагеря, где будут педагоги, где будут мастер-классы. И я лично это видела, лично участвовала в таком лагере. Дети действительно меняются, они меняются, у них внутренний мир меняется. Даже эти семь коротых дней, они приезжают домой уже с какими-то целями. Важным направлением будет работа и с выпускниками интернатов. Дети, подростки, которые выпускают детских домов, очень многие попадают в тюрьмы, кто-то попадает в больницы, да, надолго, надолго, кто-то вообще уходит из жизни. Единицы детей, которые становятся нормальными, сходят в семьи, живут, рожают детей. И наша задача социализировать таких детей. Вот одна из задач ассоциации и совместно с фондом, естественно, совместно с нашим министерством образования, в одной команде работать, чтобы этим детям помочь. Те дети, которые выпустились, которые стали подростками, которые уже стали совершеннолетними, чтобы они их не забыли, чтобы они дальше были рядом с нами и дальше рядом с нами развивались, если что, обращались к нам за помощью. Всего за год в жизни этой женщины появился годовалый малыш и трое подростков. Новые соратники и благородное, но отнюдь непростое дело. При этом Светлана явно осознавала, что это вряд ли ей позволит построить личное счастье. Но, видимо, все воздается по делам. Рядом со Светланой теперь человек, который понимает и поддерживает ее начинание. Личная жизнь пока такая под грифом, скажем, секретная, но она есть, да. Эта личная жизнь связана также с мотоциклами. Любимый мой человек, он также катается на мотоцикле. Мы там познакомились. Вот у нас недавно, мы пришли к разговору о том, что будем строить совместную личную жизнь, долгую, долговечную, с четырьмя детьми. У него тоже есть замечательные дочки, две. И дай Бог встретимся еще, я вам расскажу уже, как сложилась наша семейная жизнь. Может, пополнение уже будет к этому времени. Я хотела встать большую семью. Конечно, не ожидала, что будет быстро, сразу подъем. Но я счастлива. Я благодарю Богу за то, что у меня появилась возможность жить именно так, как я живу сейчас. Для людей, о которых мы рассказываем в нашей программе, дети становятся не только источником радости, но и вдохновляют на совместное творчество. Продемонстрировать свои умения и посоревноваться друг с другом дети и взрослые смогли на четвертом республиканском конкурсе замещающих семей «Семейный очаг». Этим семьям уже ничего никому не надо доказывать. Они приняли в своей жизни главное решение стать папами и мамами для чужих детей. Непростую ношу они несут с достоинством. Но раз в году все приемные родители собираются на республиканский фестиваль «Семейный очаг», чтобы показать, что их дети не только здоровы, умны, они еще и творчески одарены. «Сегодня здесь идут насобрались замечательные, уникальные семьи. Семьи, которые на себя взяли большую ответственность и, конечно же, очень и очень благородную миссию». Из двухсот замещающих семей в республиканский финал вышли 30. И о каждой можно рассказывать отдельную историю, главная в которой – отношение к детям. Ими нужно заниматься, уверены приемные родители. Тогда победа на конкурсе обеспечена. Поэтому и появляются дома «Золотые руки», создается свой домашний эрмитаж, рождается художественное творчество и многое другое. Не случайно так и были названы номинации, в которых соревновались участники «Семейного очага». Семья Терентьевых из Ядрина порадовала зрителей сказкой со счастливым концом. В ней, как сложилось и в их семье, ребенок нашел себе самую лучшую маму. «Мы часто собирались на репетициях. Эти репетиции нам приносили очень много удовольствия, и мы очень много трудились. Но сегодня мы выступили так, как должны были выступить». У Елены Алексеевой из Цивильского района двое взрослых детей и четверо внуков. Три года назад у нее появился еще один приемный сын – Максим, который радует своих близких не только хорошей учебой, но и творческими способностями. Выступление большой и дружной семьи растрогало всех присутствующих. «И вот самолет реактивный, мама возьмет билет, и в день моего рождения тот самолет прилетит, и выйдет оттуда мама, и мама меня простит». «Это было взято из нашей жизни. Все, что было на сцене показано, это все шло из души, это все прожито, это все проплакано, это все прочувствовано. И поэтому тут сыграть невозможно, надо просто это все от души выложить. Мы не играли, мы показали то, что с нами было, и что с нами происходит». Яркое домашнее задание подготовила семья Петровых и Зурмар. В их приемной семье четверо детей. «Самый первый у нас приемный ребенок Артем, потом появились Кирилл, Арсений и Таня. Мы на этом не останавливаемся». Приемная мама Татьяна Львова впервые судит. Они участвуют в мероприятии. В члены жюри ее пригласили неспроста. В прошлом году семья Львовых заняла второе место во всероссийском финале конкурса «Ассамблея замещающих семей». «Мне лично все понравилось. Даже самые простейшие номера были очаровательные. Но пока не буду выдавать тайну, кто понравился больше всех, но такие семьи были». «Очень сложно судить, потому что все районы нашей республики представляли лучшие семьи, которые переехали, представили свои районы. Поэтому у нас действительно достаточно сложная работа». Победителями четвертого республиканского творческого конкурса «Семейный очаг» стала Чебоксарская приемная семья Надеждины. Клубок победителей родителям вручил глава республики на форуме замещающих семей «День семьи, любви и верности». Ну а теперь настало время рассказать о детишках, у которых нет родителей, но они очень хотят их обрести. Костику 6 лет. Он очень ласковый, добрый и отзывчивый ребенок. Константин очень целеустремленный. Всегда добивается своей цели, даже если что-то не получается. Несмотря на проблемы с развитием речи, Костя легко вступает в контакт со взрослыми и детьми. Константин очень творческий ребенок. Ему очень нравится рисовать, собирать пазлы. Но самым любимым занятием Костика является конструирование. Он очень любит собирать различные постройки из конструктора. Костя очень активен и подвижен. Всегда принимает активное участие во всех проводимых спортивных и музыкальных развлечениях, не уступая сверстникам. Хотя у Кости имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Константин – ребенок с ограниченными возможностями и требует особого внимания и подхода к воспитанию. Костик очень мечтает найти своих маму и папу. Это у нас девочка Лиля. Она очень смелая, решительная и целеустремленная девочка. Вот так? Да. Она любит танцевать, слушать музыку, играть в спортивные игры. Лилечка очень контактная, ласковая девочка. Она с удовольствием выполняет поручения взрослых. Куклы, плюшевые игрушки, посуда. Игры в дочке и матери – это самые увлекательные для Лилечки. Лиля, как и все девочки, будущая хозяйка. Ей нравится сервировать стол и принимать гостей. Лиля – настоящая артистка. Она с большой радостью и желанием участвует в развлечениях и праздниках и ждет поощрения и положительной реакции от зрителей. Любит, когда ей аплодируют. Лиля – очень творческий ребенок. Рисование и лепка – ее любимые занятия. Лиля – ребенок с особыми образовательными потребностями. Поэтому ей требуется специальное психолого-педагогическое сопровождение. Лиля, как истинная леди, любит наряжаться. На праздниках она сама выбирает себе платье. Она наряжается не только сама, но и наряжает своих кукол. Вот сегодня мы попробуем с ней подбирать бусинки к платью для куколки Кати. У меня зазвонит телефон. Кто говорит слон? Коле 4 годика. Коленька пришел к нам недавно. Но за это короткое время мы Коленьку очень полюбили. Он у нас очень ласковый, веселый, добрый, солнечный мальчик. Коля у нас аккуратный и самостоятельный. Он очень трудолюбивый. Всегда убирает игрушки за собой. Всегда спешит на помощь. Взрослым и детям на музыкальных занятиях Коленьке очень нравится играть на музыкальных игрушках. Коленька очень любит слушать сказки. Особенно сказки Корнея Ивановича Чуковского. Коля ребенок с особыми образовательными потребностями. Поэтому ему требуется специальное педагогическое сопровождение. Но несмотря на это, Коля мечтает о любящей, дружной, веселой семье. Марку 6 лет. Это ласковый, добрый, солнечный мальчик. Марк любит играть в сюжетно-ролевые игры. Особенно он предпочитает такие игры, как магазин, шофер, больница. Марк с удовольствием собирает пирамидку из разноцветных колец, любит создавать постройки из строительного материала. Маркуша у нас очень аккуратный и самостоятельный. Марк любит заниматься изобразительной деятельностью, любит рисовать акварелью. А еще он любит заниматься лепкой. Сделанные его руками подделки всегда занимают призовые места на проводимых в нашем учреждении конкурсах. Марк с удовольствием рассматривает иллюстрации в книгах, любит слушать сказки и стихи. Маркуша ребенок с ограниченными возможностями здоровья и поэтому нуждается в специальной психолого-медико-педагогической помощи. Марк мечтает обрести любящих родителей. На вопрос, что можно сделать для укрепления мира во всем мире, однажды мать Терезы сказала, идите домой и любите свою семью. Один из этих детей может стать членом вашей семьи. Любите друг друга. С вами была программа «Большое сердце». До свидания. Дарья. Мама. Папочка.